Правдивы разговоры действенны, так охарактеризовал мэр свою встречу с санопчанами. Да, она прошла в разгар сезона, но это особенно важно, ведь жизнь курортного города усложняется по всем направлениям. Сверх, будем называть лимитное прибытие к нам гостей, оно вызывает и сверхлимитное прибытие негатива. О чем я речь веду? Это и незаконная торговля во всех ее проявлениях, это и открытие игрных клубов, это и нелегальные таксисты, это и торговля спиртным. Конечно, мы прикладываем сверхусилия. У нас работает больше трех десятков групп специализированных. Мы сталкиваемся сегодня ежедневно, и на это я тоже отвечу в ваших вопросах, с несовершенством законодательства, где, на мой взгляд, умышленно внесен вот этот бардак, другого слова я не подберу, чтобы легко было ловить в мутной воде рыбу. Никаких отчетов с трибун, вопросы из зала и ответы по существу. Нехватка ресурсов, электричество, воды – тоже проблема, которая обостряется в высокий сезон. Алла Гребенщикова спросила главу, когда в сети будет 220. Селяне, те, кто живут в сельских населенных пунктах, вспомните три года назад, какое было электроснабжение. На сегодняшний день, по моим подсчетам, Кубань-Энерго, а там долгосрочная аренда, влупила порядка 2,5 миллиардов рублей в наше энергоснабжение сельских населенных пунктов. И сегодня сельские населенные пункты на порядок улучшено энергоснабжение. Поэтому, Алла Алексеевна, наберитесь терпения. Мы сдадим в долгосрочную аренду минимум 7-30 лет. И я уверен, что у тех, кто получит право аренды, появится право вкладывать средства в развитие наших сетей. Еще один долгосрочный вопрос – газификация. У меня такой вопрос о газификации. Паловка, Варваровка, Сукон, Утриш. В 2017 году планируется… За счет Газпрома? Да, за счет Газпрома. Реконструкция ГРП. И тогда появятся новые мощности. Глава курорта делает существенное замечание. К этому времени уже должна быть готова проектная документация, чтобы не потерять время и возможности для финансирования. Сергеев тут же привел пример. Участок в Алексеевке, проданный много лет назад частнику. Вопрос о судьбе этой земли прозвучал от жительницы микрорайона. Микрорайон Алексеевский. У нас есть семейный участок муниципальный, расположен на улице Спортильной, Станичной, Лозовой. Там весь этот участок зарос травой, деревья, кустарники, где закладываются спайсы, ночлежки устраивают люди. Когда наведется порядок на этом муниципальном участке и когда все-таки школа у нас появится на этом участке. Правильно будет начало вашего вопроса должно звучать так. На участке, обозначенной мной улицы, который вновь стал муниципальным, так, вновь стал муниципальным, после того, как его утащили у муниципалитета, где должна быть школа и детский сад. О сельских дорогах замолвили слово. Каждому из нас хочется, чтобы наш дом стоял на ровной заасфальтированной улице. Сделать все и сразу невозможно, откровенно говорит мэр. Но процесс идет. В сельских населенных пунктах, вот селяне здесь, кто есть, скажут, первые дороги 10 лет назад делались, и вот два года назад мы начали делать опять дороги. Промежуток в 10 лет дорог вообще не делалось. Новых. Координатор деятельности органов ТОСМИК района Западный Людмила Шмакова о наболевшем незаконной торговле и прокатчиках. На театральной площади таких точек несколько, а управы нет. Протоколы пишут ежедневно, но разве один в поле воин? Не может эта точка работать без 220 вольт, хотя потребление там копеечное. Мы же даем ему электричество. Магазин рядом наших земляков, понимаете? У нас нет, а кто-нибудь бы спросил, вот когда я даю ему электричество, я должен спросить, сказать, послушайте, вот вы расставляете точки, а вы налоги платите в Анапе? Вы бюджет заплатили за то, что вы вот эти квадратные метры используете нашей анапской земли? Нет, тогда иди отсюда, не дадим тебе электричество. Хоть один дизель вы видели возле этой точки? Нет. Все проводочки подходят, то оттуда, то оттуда. Но мне уже, у меня в машине, вот не верите, где он ездит? Принеси с машины мое приспособление, одно и второе. Не выложили, нет? Одно принеси. Сейчас я вам покажу, что я вожу с собой в багажнике. И минуту спустя мэр курорта удивляет. А меньше нету для координаторов таких? Валентина Стамбальян спросила, будет ли заасфальтирована улица Мира в рассвете и небольшой участок улицы Новоселов. Сергей Павлович пообещал побывать в хуторе, а заместитель главы Анжелика Бузунова дала ответ. Улица Мира в этом году будет асфальтирована в селе Рассвете. Будет, да? Мира будет, а вот эти 200 метров что там есть? Новоселов не запланировано в этом году. Давайте выйдем, посмотрим. И еще один острый вопрос, когда в третьем микрорайоне построят школу. Пока таких средств в бюджете нет, но городские власти используют все возможности для того, чтобы решать социальные задачи. Одна из них – государственно-частное партнерство. Ответственность должен нести бизнес. Но некоторым приходится об этом напоминать. В районе Красной площади хотят строить жилье, а про соцобъекты как будто забыли. Куда дети пойдут в школу? Знаете, что написано в экспедиции? В седьмую школу. Я говорю, в третью смену. В час ночи они пойдут. Смотрят на меня. Я говорю, детский сад куда пойдут? Там же микрорайон целый строится. Вы же видели, да, напротив Красной площади? Видели. Но сегодня я на скандале, я опять не прошу ни защиты, не плачу, ничего. Но я на скандале там выпросил, вот буквально на сегодняшний день, почти 800 квадратных метров на первом этаже площадей. Но ни школа, ни детский сад там не сядут. Там будет поликлиника. Понимаете, что застройщика сегодня надо душить. И вот то, что будет на Ленина строиться в том районе, о котором вы говорите, туда дальше, в поле, на высоком берегу. Там еще есть место для детского сада. Буквально тоже на днях вот рассматривался вопрос проекта планировки. Я уверен, что уже застройщики просто так строить не будут. Будут строить с обременением. Встреча получилась именно такой, как планировал глава курорта. Свободное общение и по существу. Следующая состоится примерно через месяц. И на ней прозвучат ответы на сегодняшние вопросы. Субтитры подогнал «Симон»